В Екатеринбурге, в Чкаловском федеральном районном суде, судья прекратил уголовное дело против 27-летнего автоубийцы Ивана за примирением сторон. Потому что в замесе пилот погубил своего друга детства и родители погибшего простили водилу. Вот и такие расклады бывают. Человека в ДТП убил, а сидеть за это не будет. Это ли не гуманизм нашего суда? О самом замесе мы в свое время рассказывали. Но в связи с преждевременным прекращением уголовного процесса, позвольте фабулу злодеяния вкратце взрыхлить в памяти. Дело было 29 июля текущего года. Это, как вы наверняка помните, было очень жаркое, сухое и затяжное лето. В июле было пекло и трое друзей из Екатеринбурга поехали купаться и загорать на затопленный карьер Старая Линза, что на окраине поселка Шабры. Домой в Екатеринбург парни возвращались на Ситроэне С2 в 4 часа дня. За рулем сидел 27-летний Иван со стажем пилотирования 8 лет. Что важно, после отдыха на живописном водоеме трезвый. Рядом на месте смертника сидел 21-летний парень, на заднем сидении 26-летний друг Ивана с детства. На свою беду задний пассажир был не обременен и это сыграло роковую роль. На дороге, называемой 50-й пикет, ведущей из Шабров в Сесерть, пилот Ситроэна выехал правыми колесами на обочину, болид закрутила, выбросила на пустую встречку и дальше в березовую рощу. Там Ситроэн сначала налетел на русское народное дерево правым боком, завертелся и затормозил во вторую березу левым бортом. При всех этих ударах и вращениях 26-летний пассажир заднего сидения вылетел в лес через дверь багажного отсека и погиб. Пилот и второй пассажир отъехали в 24-ю травматологию. Виновнику летального замеса Ивану вменили 264-ю часть 3-ю УК. Трезвое автоубийство одного человека и высветилось ему до 5 лет зоны. Но в суде случилось не то чтобы доселе невиданное, но крайне редкое в наших широтах явление. Отец погибшего парня, знавший Ивана с детства как лучшего друга сына, простил виновника ДТП и заявил в суде ходатайство о прекращении уголовного дела. Поспособствовали примирению сторон не только дружба обвиняемого и погибшего, но и то, что Иван перед родителями друга искренне извинился и покаялся, полностью оплатил похороны и добровольно выплатил родителям 500 тысяч моральной компенсации. И судья употребил 76-ю статью УК, согласно которой, цитирую, «Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред». Конец цитаты. Но, думается, и в этой ситуации прощенному Ивану все равно тяжко на душе. Да, не придется сидеть на поселении годика 2-3, но потерять лучшего друга и знать, что в этом виноват ты сам – это информация на всю дальнейшую жизнь.